Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Святый Боже, Святый Боже, Святый Боже, Святый Боже, Помилуй, помилуй нас! Святый Боже, 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Он наш один родом, в них же выше блажайшие силы Его, за них не покаяшись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок веков до Рождества Христова, и своим служением проповедовал истинного Бога. Некоторые пророки проповедовали, увещевали свой народ, обречали. Такое было у них служение. И пророк Божий Елисей служил своими чудотворениями. И чудес он оказан очень-очень много. Господь ему дал такую благодать через пророка Божий Елию, двойную благодать. Будучи сыном богатого человека, он стал учеником пророка. Он мог жить спокойно. И вот он увидел пророка Божий Елию и выжелал сдать его, быть его учеником. Служение, конечно, пророчество очень серьезное, очень ответственное и опасное. Опасное, потому что хочешь ты, не хочешь, а надо говорить то, что Господь верит. Проповещать волю Божию. А воля Божия и Слово Божие порой не нравятся нам. Нам же не очень нравится, когда нас обличают, когда нам говорят какие-то неприятные вещи, относящиеся к нам. Даже порой справедливые. Конечно, это нам не нравится. Вот мы, христиане, конечно, привыкаем к тому. И благодарим этих людей, которые нам над таким обличением помогают. Они наши доктора. Они наши, можно сказать, исцелители от наших немощей. Такая христианская традиция. Слушать так, что кто тебя обличает, кто-то, может быть, вещи говорит не совсем правильно, неправильно о тебе. Но ты обязан не поблагодарить. Поблагодарить и поблагодарить Бога, что вот явились такие люди, которые указали на твои недостатки, которые порой ты сам не замечаешь, которые близкие, тебе об этом не говорят, стесняются и явили по какой-то другой причине. А чем человек занимает высшую должность, тем, конечно, еще труднее воспринимать критику. И, как мы знаем из истории Ветхозаветной Церкви, пророки даже погибали от своей критики именно тех людей, которые занимали какое-то положение в обществе. Почему погибали? А вот потому, что не нравилась такая критика, такое обличение. Вот такое служение пророческое. Вот такое служение истинно к Богу. Человек готовит, облекает себя, ну что? Порой часто на физическую смерть. Ну, служить надо. И пророк понимает, если он волю Божию не исполнит, будет еще хуже. И поэтому полагается здесь на волю Божию. Вот такое было служение пророка, пророческое служение. Ветхозаветных пророков. И святой пророк Божий Елисей, именно своей жизнью, творениями своими, помогал приводить людей, именно своего народа, израильского народа, к истинному углу. Хотя вот благодаря проповеди святого пророка Божия или учителя его пророка Божия Елисея, люди, живущие именно в той стране, где он проповедовал, в Израиле, отошли от поклонения языческим богам. Но пророк чувствовал, что надо постоянно поддерживать свой народ в тонусе, поддерживать, говорить, научать, приводить к истинному Богу. Вот такое тоже служение, оно и соответствует нам, дорогие мои отцы, братья и сестры. Мы тоже с вами, наша обязанность с вами приводить людей к Богу. Не к себе приводить, какой я хороший, такой прекрасный, замечательный, юг, а приводить через именно свое служение к нашему Господу и Иисусу Христу. Это, наверное, самое главное, особенно в священническом служении. Понимание этого, а священническое служение это особенное, потому что священник, он человек общественный, находится на виду. И каждое, именно какое-то решение и поведение священника, оно отражается на тех людей, которые знают его, являются прихожанами храма, где он является стоятелем, он служит, которые приходят к нему наиспроводить. Благопристойное священнике поведение, достойное поведение. И люди, конечно, именно стремятся сами быть такими. Другой какой-то, именно, поворот жизни. Бывает, это прятая реакция. Поэтому вот такое служение у нас, конечно, очень важное, которое нам сам Господь всем дает, сами доверили, дорогие мои отцы, но и очень-очень ответственное. Я вам желаю, конечно, милости Божьей, помощи вам, Божьей, и Святой Божьей, Всех Святых, Святого Пророка Божьего Елисея, чтобы именно вот так пламенно и искренне служить нашему Господу Иисусу Христу и нашим Святой. Дамы искренние поздравления с Днем и Днем именинства в памяти вашего Небесного Покровителя, Пророка Божьего Елисея. Вы являетесь для нас примером любви и терпения, полным самодачей, делом, который здесь брал вас Господь. Пробуждаете в сердцах наши все главные чувства, без которых сегодня не обойтись любому человеку независимо от возраста. Веру, которая помогает понять, что мы созданы, творцовные добрые дела, надежды у нас по спасению в жизни вечной, и любовь, ибо пребывающие в любви пребывают Боги и Бог в Нем. Ваша жизнь – яркий пример беззаветного служения Русской Православной Церкви на протяжении пяти лет. Ваше Пасовское Слово управляет в людях православную веру, зарядную надежду и здравственную опору в жизни. Ваша жизненная мудрость, глубокие знания, душевная теплота и неизменная доброзавательность искали вам истинное уважение и любовь всех нас. Вас, Тебесный Богословитель, Пророк Божьего Елисея, получил от Бога сугубую благодать на служении Богу и людям. Он творил именем Божьим великие и славные чудеса. Своим примером, своей жизнью возвращал к познанию истинного Бога огромное количество людей, отбавших от Бога, заходившихся в водоподгонстве. Дай вам Бог, дорогой Владыка, чтобы неосудивающая благодать, данная вам в аферейском служении, приводила новых и возвращала от ваших людей к истинному христианской жизни, православных и исповедовать нашей веры. Молитно желаю вам доброго здоровья и благоденствия, чтобы Дух Святой и впредь укреплял, восстановлял вас вашим многотрудным свидетельством служения, чтобы множество благих дел, совершенных вами, умножалось и служило на благо народа Божия, славе Церкви Христовой. Да пошлет нам Господь в молитве вашего великого правителя в полноту и изобилие твоих милостей. Многое вам предлагает я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok